Очень важно знать также еще одну вещь, которую я хочу вам сказать. Это то, что большинство людей, хоть я тысячу раз об этом говорю, не понимают, что в жизни бывают плохие периоды. Люди думают, что у них жизнь всегда будет течь, как течет сейчас. Они абсолютно уверены, планируют будущее, думают, что все будет хорошо. Это неправда. В жизни бывают плохие периоды во всем, в здоровье, в отношениях, во всем. Даже в вере, то есть человеку молиться тяжело может стать в какой-то период. Здоровье может начать просто с нуля разваливаться, ни с того, ни с сего. И они начинают искать какие-то причины внешние, думают, так, здоровье разваливается, наверное, я питаюсь неправильно. Начинают там питаться, что-то менять, экспериментировать с диетами, там всякие сыроедения, там еще хуже становится потом. Вот, потом дальше говорят, нет, меня кто-то сглазил. Еще хуже теория. Ну, то есть человек не понимает, что так судьба его действует, начинает думать, что кто-то виноват. Здоровье ему, или город плохой. Экология, вот это еще одна тема. Экология, это ваше видение, понимаете, ну хорошо, воздух, допустим, испорчен предприятиями в городе. Все зависит от вашего восприятия мира. Я вам сейчас приведу пример. У меня есть один родственник, он жил в Чапаевске, такой город, там вонь страшная. Я туда, когда приезжал, я просто там не мог дышать. Там вот эти химзаводы, они, ну там просто невозможно дышать. Кто из вас в Пекине был, поднимите руку, кто-то в Пекине был. Ну, примерно то же самое в Чапаевске. Ну, то есть нет возможности дышать, просто дышишь, вонь, вонью. И этот человек прожил около 80 лет, не болел никогда. Знаете почему? Он очень сильно любил свой город, и он был мебельщиком, и очень любил свою работу. И он постоянно жил вот в этом настроении радости, любви. И поэтому его вот эта химия, она никак его не брала. Потому что если бы он на этом сосредоточился и все время думал, что воздух плохой, он бы жил в этом плохом воздухе. А он жил в своей любви, понимаете? То есть у нас это факт, у нас отравлено все. Но если человек начинает думать об этом, он от этого страдает больше. А если мы как бы думаем, у нас все хорошо, природа, то мы и с природой, значит, и будем контактировать. О чем человек думает, с тем и контактирует, понимаете? Некоторые люди, ой, все плохо, везде, все заражено, все плохо. Ну, значит, будешь с этим контактировать. И тебе дышать придется через марлю ходить. Потому что придет время, и ты не сможешь воздух вдыхать, тот воздух, в котором ты, в городе, в котором ты живешь. Почему? Потому что ты сильно сосредоточился на этих токсинах, которые тут есть. Организм все эти токсины сам очищает, не волнуйтесь. Раз в две недели поститесь, и все токсины будут очищены полностью. Не надо сильно беспокоиться об этом. Но сам негатив разрушает жизнь. Что такое плохой период? Пришло время, и человек начинает чувствовать, что ему стало хуже, тяжелее жить. Это может длиться несколько дней, может длиться несколько лет. Понять это вы можете чуть попозже. Если, допустим, плохой период длится, и он нарастает в течение пару месяцев, все тяжелее, тяжелее. И никакой, ну, как бы, если плохой период длится так, что он без всяких, как бы, вот каждый день одно и то же, плохо и тяжело, значит длинный будет. А если плохой период идет, сегодня хорошо, завтра похуже, получше, так вот. Значит не длинный. Чем длиннее плохой период, тем стабильнее плохо. Понятно? Значит долго будет. Я вас успокоил? Но какой бы длинный плохой период не был, он нужен для того, чтобы укреплять человека. Вот если плохой период, вы молитесь больше, какой результат, вы становитесь сильнее. У меня был один плохой период, который я видел 24 года, что в 48 лет вот будет такой ужасный период, который может разрушить мою жизнь. Я как бы знал об этом. Когда у меня наступило 48 лет, я забыл уже об этом, что я это помнил. Но этот плохой период, он не забыл меня. Он наступил. И мне, чтобы его нейтрализовать хоть как-то, слава Богу, что в это время у меня был отпуск, я поехал в святое место. Только после 8 часов непрерывной молитвы с утра, я в 4 часа вставал, молился 8 часов, и сколько там получается? Только в 12 часов заканчивал молитву. 4 часа начинал, 12 часов заканчивал. Только после этого мне становилось чуть легче. На следующий день нахлобучивало опять. И причем это выражалось в событиях, которые также в жизни происходили. Не то, что мне просто физически было плохо. Происходили события, разрушающие мою жизнь, реальные. И это все отражалось на психике, на здоровье, на всем. Ну то есть вот эта вот тяжесть жизни, она просто накрывала со страшной силой. И потом на следующий день опять 8 часов молитвы, чуть легче. На следующий день опять то же самое накрывает. Ну то есть как будто и не молился, понимаете? И так целый месяц. И к концу месяца, вдруг раз, я чувствую, что уже не накрывает. То есть я помолился, стало легче, на следующий день так и осталось. Чуть-чуть похуже. И я понял, что я преодолел этот плохой период. И события, которые внешние были, они стали ослабевать и потом вообще исчезли. Бывает, что надо по 8 часов в день тратить, чтобы победить судьбу. По 8 часов в день надо тратить. Бывает такое. А недавно у меня был такой случай, когда близкий человек ушел из жизни, то я всю ночь спал, я спал и молился даже во сне. То есть такое напряжение было сильно психическое, чтобы ему помочь. Я как бы закончил молитву, лег спать и во сне я чувствовал его как бы вот эту силу, которая разрушает его жизнь, его испытания после ухода из тела. И я молился за него даже ночью. Но это только одна ночь такая была. Потом ему легче стало. Облегчение почувствовал я. И потом, когда наваливалось, я опять молился, и опять ему легче становилось. Ну то есть иногда вот так надо, понимаете. Плохой период означает, что больше усилий надо совершать. Если человек этого не делает, то дальше будет только хуже. Лучше не будет. Надо не сны, грезы и детскую мечту брать. Надо брать веру, молитву и звук тех, кто молится. Запомнили? Я тихо уплыву, лишь в дом бронит мне полночь, чтобы их момент наполнить мир, в котором я живу. Это очень важно. Уплыть от всего. Очень важно. Человек не должен быть привязан постоянно к той жизни, в которой находится. Он должен позволить себе уплыть. Надо обязательно позволить себе рано утром вставать, все спят, никому ты не нужен в это время. Позвольте себе уплыть. Наполните ритмом мир, в котором вы живете. Наполните звуком. Звуком молитвы наполните мир, в котором вы живете, потому что иначе вы даже не поймете, что с вами происходит. Чтобы понять ситуацию, всегда нужна проверка боем. Вот допустим, у вас портится здоровье. Как определить на сколько? Как вы думаете? Идите на улицу, делайте пробежку, по дороге поймете. Если, допустим, вы бежите и вам легче стало, допустим, через пару километров, значит не такая плохая ситуация. А если не стало, вы пробежали всю пробежку, которую должны были пробежать, вам легче не стало, значит сильно портится. Вот и все. Проверка боем называется, понимаете? То есть вы делаете какое-то усилие над собой и смотрите реакцию тела. Если реакция тела такая, что лучше не становится, значит испытание серьезное. И надо серьезно к нему отнестись. Просто если вы ведете здоровый образ жизни, вы легко поймете, что с вами происходит, насколько тяжелая ситуация. Или, допустим, с женой поругались, рифмами наполните мир, в котором я живу. Рано утром сели, начали молиться и смотрите, легче стало в сердце, промолились два часа, легче в сердце не стало. Значит серьезная ситуация, может разрушиться семья. А легче в сердце стало, значит все нормально, ничего страшного не будет. То есть человек должен всегда с помощью вот этих вот действий, которые защищают его жизнь, определять тяжесть трудного периода жизни. Они бывают очень тяжелые, бывают не очень тяжелые, бывают совсем тяжелые. Бывает непреодолимый период, такой тяжелый, что ты ничего не сделаешь. Всякое бывает. Надо это все знать. К чему быть готовым надо знать. Не бойтесь трудностей в молитве. Тянут ко дну боль и грусть, прежненько ошибок грусть, но мой плод, святый из бездельных слов. Из чего плод святый? Из звука он святый. Плод, на котором я плыву. Звук меня спасает в жизни. Плод должен святый не из мыслей, не из воображений. У меня все будет хорошо. У меня все будет хорошо. Плод святый не из воображений, не из мечты. Он святый из звука победы. Включаешь голос, те, кто молится, вместе с ним молишься. Вот твой плод. Ты с ним выплывешь. Больше ничем не выплывешь. Только звук может сжечь влияние времени. Плохой период наступил, тяжесть в сердце, только звук тебе поможет. Ни мечты, ни мысли, только звук. Запомните это. Что некоторые мне говорят, а я думаю. Не поможет тебе это. Нужен звук. Звука нет, ничего не получится. Человек думает в уме. А в уме судьба же действует. Как ты сможешь? Если ты сам в болоте, как ты из болот себя вытащишь? Вытаскивает разум. Разум отдельно от ума находится. Разум живет в звуке. И звук должен быть связан с Богом. Тогда он помогает. Это вы поймете позже. Что ваш плод вовсе не так уж плох. Начните это делать, и вы это поймете легко. Вы увидите, как судьба отступает. И все. И вы поймете. Субтитры создавал DimaTorzok